15-й регион продолжает цикл материалов о жизни в отдаленных селах Северной Осетии. В этот раз мы решили побывать в Лискене. Село находится в Равском районе и граничит с Кабардино-Балкарией. Лискен основали в 1864 году. Именно тогда осетинные мусульмане решили переселиться из Дегорского ущелья поближе к кабардинцам, также исповедовавшим ислам. Кабардинские князья Анзоровы продали им землю в долине реки Лискен. Первыми жителями села стали представители фамилии Хаевых. До 1920 года Лискен входил в состав Кабардино-Балкарии. Река, протекающая у въезда в село, летом становится точкой протяжения не только местных жителей, но и гостей. Во время обильных дождей же она превращается в угрозу. Русло размыло берег настолько, что вскоре доберется до приусадебных участков сельчан. Решить проблему глава села Артур Цикаев пытается с 2017 года. Скорее всего, в 2023 году будут проводить берега укрепительные рабонты, то есть будут строить дамбу. Непосредственно с комиссией мы определили, что в верхней части села уже построена дамба, и ниже моста построена дамба. А необходимо вот эти две дамбы соединить. То есть от моста в левую сторону соединить с дамбой, и от моста в правую сторону около двух километров. И тогда уже жители села, приусадебные участки от паводков будут, конечно же, обезопасены. К слову о безопасности, пожарно-спасательная часть в селе не работает. В 2017 году в Лискине построили здание пожарной части. Тогда же закупили и машину, местные ребята прошли обучение и получили соответствующие удостоверения. Но до сегодняшнего дня пост так и не начал свою работу, потому что нет финансирования. Каждый год в селе часто происходят пожары, а ближайший расчет находится в Чикале в 20 километрах. Пожарная машина не укладывается в нормативы и приезжает, когда тушить уже нечего. Проблем в селе много, но есть и положительные перемены. Совсем скоро отдохнуть в Лискине можно будет не только у берега реки. В селе появится полноценная база отдыха. 9 прудов занимают 24 гектара. Здесь можно будет порыбачить, а после тут же в ресторане продегустировать свой улов. Разводить рыбу будут и для промышленных целей. Масштабов, говорят предприниматели, хватит, чтобы обеспечить потребности региона. Вода здесь экологически чистая, изумительная. Можно с пруда пить воду. Откуда поступает вода? Она с гор, с источников собирается. И вот мы первые, к кому она приходит. Поэтому я считаю, что в Осетию не должны привозить откуда-то рыбу. Отсюда должны увозить. Хотим, чтобы вся рыба у нас была, что примет вода. То бишь фавель, осетр. Осетр здесь очень себя хорошо чувствовал. Здесь разводили уже до меня осетр. Ну, понятное дело, карп, белый амур, толстолобик. В планах у предпринимателей благоустроить зоны вокруг прудов. Построить домики для отдыха, детские площадки, конзавод, чтобы можно было совершать и конные прогулки. Это обеспечит местным жителям около 30 рабочих мест. Я думаю, что где-то в августе мы должны запустить первый пруд. А это долгосрочный проект. Не на один год. Четыре года назад, после капремонта, в Доме культуры в Лискене появился оркестр народных инструментов. Дети учатся играть на Дала-Фандере. Настолько увлечены, что занимаются даже во время летних каникул. Но из-за того, что нет гармониста, работа ансамбля усложняется. Дом культуры вновь открыл свои двери в 2018 году после капитального ремонта. До этого несколько лет учреждение было закрыто из-за аварийного состояния. Сегодня здесь семь кружков. Занимаются в них не только дети, но и взрослые. Недавно заработал и кружок даулистов. Специалиста этого профиля в Доме культуры до недавних пор не было. Работает с ребятами на добровольной основе один из жителей села. Помимо этого есть и театральный кружок, и класс резьбы по дереву. Здесь у нас резьба по дереву класс. Сейчас мальчики, в принципе, с энтузиазмом посещают данный кружок. Были определенные проблемы, конечно. Не было возможности приобрести инструменты для резьбы. Но благодаря нашим спонсорам, односельчанам, которые заинтересованы в том, чтобы дети максимально были заняты или спортом, или какими-то формированиями другими. После капремонта благоустроили и территорию вокруг Дома культуры. Раньше это место больше напоминало пастбище. Сейчас полноценная зона отдыха с лавочками и освещением. Через год тоже по этой же программе, по федеральной программе «Комфортная городская среда» мы решили расширить зону отдыха в центре села. И вот построили детскую площадку, спортивную площадку. Тоже проектная стоимость этой программы – 3,5 миллиона рублей. Сальто, колесо, фляг назад и вперед – это лишь малая часть элементов спортивной гимнастики, которые мастерски выполняют эти ребята. Я занимаюсь гимнастикой, мне нравится, потому что можно научиться много чему. А чему ты уже научилась? Сальто, сальто вперед-назад, рендад, фляг, сальто, фляги. Я бы хотела стать гимнастикой, я хотела дальше заниматься гимнастикой. Мы садимся на шпагаты, на мостики и изучаем новые элементы. Я хочу стать чемпионкой по гимнастике и получить много разных наград. Во время занятий в зале буквально яблоко упасть негде. Спортивной гимнастикой занимаются и девочки, и мальчики. Всего 70 человек. Приезжают даже из соседних сел. Секция в Лескене появилась практически три года назад. Тогда родители обратились к Рустаму Цубоеву с просьбой поработать с детьми. С тех пор ребята под его чутким руководством уже достигли определенных успехов. У детей у самих большое, огромное желание заниматься. Ну и вообще гимнастика – это фундамент всех видов спорта. Дети, которые занимаются гимнастикой, они уже готовы к другим видам спорта. Несмотря на то, что у нас не было инвентаря, на чем заниматься. У нас был борцовский ковер, и на нем мы работали, и потихоньку-потихоньку успех хороший. И на соревнованиях мы выступили неплохо. Недавно были соревнования во Владикавказе по спортивной акробатике. Тот инвентарь, который есть сегодня в зале, появился благодаря спонсорам, меценатам и родителям. Это и надувная дорожка, мостики, спортивный батут. Но этого уже недостаточно. Чтобы дети могли полноценно развиваться в этом виде спорта, говорят и тренеры, и родители, зал нужно оснастить. Мы не могли нарадоваться первым успехом, первому колесу, первому сальто. А сегодня возникла другая проблема. За два года ребенок очень вырос и достиг, скажем так, упирся в потолок. Потому что зал, в котором они занимаются, не может дать и возможности для развития дальнейшего. То есть здесь нет необходимого оборудования, которое нужно для лучших результатов. Рядом со спортивным залом пристроено помещение для тренажерного зала. Обустроили его сами местные жители и сами же приобрели инвентарь. Но условия оставляют желать лучшего. Проблема заключается в том, что, если вы можете видеть, малоотапливаемое помещение. Конечно, хочется сделать и ремонт, и отопление, и чтобы немного улучшить инвентарь для занятия в тренажерном зале. Сегодня в Лискине живет около двух с половиной тысяч человек. Здесь практически все занимаются земледелием и фермерством. Так как предприятий на территории села нет, работу найти сложно. Но есть в селе ремесленники и мастера, которые создают произведения искусства из подручных средств. Азурцев 30 лет занимается лесной скульптурой. Хобби со временем переросло практически в дело всей жизни. В самом начале меня брат Пакуни научил портреты копировать по камню. Вот этим я занимался. Потом переехал в город и устроился на завод «Кристалл» еще в советское время. Там делали сувенирные кинжалы, ножи такие национальные. И на них травил орнамент царской водкой. Потом, когда закрыли заводы, пытался выжигать. Любил рисовать, а писать картин так и не научился. Поэтому выжигал зверей каких-то, природу, деревья. Материал для своих работ Анзур находит в лесах или у берегов рек. Подставки, столешницы, копилки, часы, светильники. Дерево приобретает в руках мастера причудливые формы и превращается в сложные композиции. Иногда началось что-то делать и целенаправленно ходишь по лицу, по речке, уже ищешь именно то, что ты задумал. А чаще всего бывает, вот ходишь и нашел что-то, допустим, необычное. Крывой там, дуплой, что-то такое. Взял, принес и пока не знаю, что это такое, и что из него будут делать. Пока его почистить, лишнего убрал, корову убрал, лишние ветки убрал, и смотришь, и сам подсказывает, ага, вот это на это. Дерево Анзур старается обрабатывать по минимуму, чтобы оно не потеряло свой уникальный узор и форму. Свои работы он не раз представлял и на выставках во Владикавказе. А еще ни один гость из его дома не уходит без подарка, сделанного руками мастера. Алина Хасаева, Александр Суанов, Давид Костанов, 15-й регион.